Средняя полоса России Урал, апрель месяц, первые числа, 3 апреля, смотрите, сколько снега, у нас зимовка еще не закончилась, но мы время зря не теряем, ни в прямом, ни в переносном смысле, вот обратите внимание, сколько снега убрали, готовим рамки, ульи, ловушки, но ждем с нестерпением, когда будет температура хотя бы градусов 8-10, сейчас вот 2-3, 2-3 больше никак не бывает. Ну невольно вот приходишь к мысли, те, кто на юге, Краснодар, там Волгоград, Крым, Болгария, Сербия, Германия, ну у них там давно уже тепло, а мы еще вот не восстановили. Поэтому те, кто работает пчелами в северных районах, в средней полосе России, они всегда справятся с пчеловодством на юге, а вот кто с юга приедет сюда и попробуйте, вот позанимайтесь, 1 числа апреля, пчелы зимуют, и осенью рано поставили, 6 месяцев зимовка. Тем не менее, даже в этих условиях мы отлично занимаемся и получаем от этого огромное удовольствие, но завидуем тем, кто живет на юге. Кстати, ну двояко вот получается, с одной стороны очень много снега, затяжная зима, а с другой стороны для медоносов воды будет много, нектару должно быть, очень много, потому что очень много влаги. Ну вот сейчас мы контролируем свои семьи на слух, на запах, на шум, на влагу, на температуру, пока все идет отлично. Температура в Амшайнике у нас сейчас где-то плюс 1 градус, это очень хорошее, ну а на улице вот плюс 2-3. Все, идем работать дальше, готовить места, сами готовиться, ну в общем-то мы готовы, но констатируем, в порядке обмена опыта. Вот этот снег лежит уже 3-4 дня, он немножко сел, было выше, очень много снегу, значит много влаги, много меда будет, ожидаем. Зимовка Зимовка – это фундамент пчеловодства. Тот, кто не умеет зимовать или плохо зимует, никогда не достигнет хороших успехов. Естественно, на этом фоне идут споры, где лучше зимовать. В Амшайнике, в каком Амшайнике, надземном, подземном, полуподземном, на улице. Вот я длительное время зимую в подземном. Амшайник достаточно теплый, плюс снегом его вот заносит, а в этом году снегу очень много, метровый слой. И под снегом температура даже вот на крыше, так сказать, Амшайник 2-3 градуса, не больше, сколько бы ни было здесь наружу. Таким образом, я призываю всех иметь подземные Амшайники. Вот у меня на ниточке там сейчас висит примерно на полу высоты термометр. И я периодически контролирую. Вот что удивительно, в течение всей зимы температура была 2-3 градуса. 1-2-3, то есть стабильная, несмотря ни на что. Вот сейчас мы очередной раз посмотрим и убедимся. Хотя уже апрель месяц, первые числа уже солнышко пригревает. Казалось бы, там уже плюсик должен быть 4-5. Вот сейчас посмотрим, что значит подземный Амшайник. Амшайник.